МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это такая жизнь. Ветераны Чечни снова в бою, на этот раз с бюрократией. Участникам боевых действий крайне трудно добиться от государства помощи и поддержки. И даже когда они объединяются, чтобы защитить свои права, то бьются о закрытые двери. Бывшие военные и их родственники пожаловались такой жизни, что они не могут добиться положенных им выплат ни в пенсионном фонде, ни в соцстраховании. Чиновники якобы пользуются тем, что люди не знают о своих законных правах. Мой коллега Андрей Чумаков о тех, кто продолжает воевать и на гражданке. Почти 25 лет бывший спецназовец Юрий Мансуров преподает армейский рукопашный бой. Девять из них он тренирует ребят, стоя на протезе. У Мансурова нет одной ноги. Ключа у меня короткая. Кажется, вот до отсюда. И функции протеза выполняются вот так. И это моя уже нога. Я к ней привык. В 2001 году Мансуров сопровождал гуманитарный груз в Чечню. Везли продукты и медикаменты кубанским милиционерам, служившим тогда в Грозном. Гуманитарку доставили. А на обратном пути бронетранспортер, в котором находился Юрий Алексеевич, подорвался на фугасе. Оторвало правую ногу, левую ногу пострадало. Тоже вывернутое. Видите, как я стою тяжело. Короткая травма, ушных перепонок, контузия, 7 ранений в тело. Юрий Алексеевич перенес около десятка сложных операций. Говорит, когда очнулся, самым страшным известием для него стала ампутация ноги. Но Мансуров не сдался. Еще тогда, лежа на больничной койке, он решил, что, несмотря ни на что, снова будет ходить. В этой жизни плохого не бывает. Я всегда говорю, кто вот садится на стакан, там, кажется, выпивает, кто на наркоту садится. И, ребята, я говорю, вы что делаете? Посмотрите на меня. Я не пью, я не колюсь, ничего не делаю там. Если вы говорите, что у вас плохая жизнь, то посмотрите тогда на меня. Уже через три года после трагедии Мансуров не просто научился ходить, а продолжил вести тренировки. Боевые друзья помогли ему собрать деньги на протез. Выплаченных по страховке средств Юрию Алексеевичу на протезирование не хватало. Фонд социального страхования смотрит, улыбается на это дело и говорит, у нас тендер выигран только на 100 тысяч. То есть мы не можем вас протезировать на этой сумме. Вы можете поехать за свои деньги протезироваться. Стоимость протезирования 352 тысячи. Теперь каждые два года перед Мансуровым стоит вопрос, где взять недостающие 252 тысячи. С такой периодичностью ему необходимо заново протезировать ногу. Единственный выход – суд. Чтобы выбить положенные по закону деньги, бывший спецназовец подает иски на фонд социального страхования. И выигрывает дела. Он не привык сдаваться, ведь правда на его стороне. Каждые два года инвалид имеет право на средства реабилитации. Через два года, я думаю, мы обратно встретимся в суде с фондом социального страхования. Сейчас Юрий Алексеевич мечтает о более современном электронном протезе. С ним гораздо легче передвигаться и тем более тренировать. Но Мансуров понимает – 2 миллиона рублей на покупку такого протеза ему негде взять. Здесь никакой суд не поможет. Выручает автомобиль, который спецназовцу подарили боевые друзья. На нем он ездит по делам и даже возит своих воспитанников в соседние регионы на соревнования. Всего доброго. До встречи. А это Антонина Аксенова. Ее жизнь тоже превратилась в сплошную борьбу. За то, что и так положено по закону. В 96-м году женщина потеряла сына. Он погиб при штурме Грозного. С тех пор Аксенова считает своим долгом помогать людям, пережившим такую же трагедию. Пенсионный фонд должен был назначать ежемесячную денежную выплату на основании удостоверения льготников. Мы, как родители, по удостоверениям являемся родителями, а не членами семей ветеранов боевых действий. Из-за этого нам существенно в три раза уменьшили вот эту вот выплату. Недоплата денежных пособий семьям погибших солдат и офицеров – наиболее распространенная сегодня проблема, утверждает Антонина Александровна. Пенсионный фонд изменил статус родителей и жен павших бойцов. Их вывели из отдельной категории льготников и причислили к членам семей погибших. По мнению Аксеновой, это нарушение федерального закона о статусе военнослужащих. В нем четко прописано, что родители и жены входят в отдельную категорию и должны получать повышенные выплаты. Сумма для родителей должна на сегодняшний день быть такая – 2875 рублей 98 копеек. Вместо этого пенсионный фонд платит всего 1100 рублей в месяц. И перед каждым родителем на сегодняшний день задолжены с 1 января 5 года 120 тысяч. Восстановить заниженные льготы можно, говорит Антонина Александровна, но только через суд. Вот уже четвертый год она представляет интересы родителей, лишившихся детей. Благодаря Аксеновой больше сотни членов семей погибших солдат по закону снова стали их родителями и женами. Через нашу программу Антонина Александровна обратилась к родителям, чьи дети погибли на службе. К тем, кто еще не знает, как можно отстоять свои права. Дорогие родители, если вам нужна моя информация или помощь, обращайтесь, пожалуйста, я с удовольствием вам помогу. Потому что это надо исправлять. Алла Сгерская – одна из тех, кто обратился за помощью к Антонине Аксеновой. Женщина искренне надеется, что в организации семей погибших защитников Отечества ей помогут восстановить справедливость. Пять месяцев назад Сгерская потеряла сына. Он погиб на службе в армии. 19-летнего Артема Сгерского избился служивец. Он нанес моему сыну два удара кулаком в лицо. И потом бойцовский прием совершил. Зяг взял за пояс вниз головой, но с высоты его роста, а бетонный пол. Артема положили в госпиталь. На его голове была большая опухоль. Парню срочно нужно было делать томограмму. Но томографа в части не оказалось. Артема повезли в ближайшую больницу. Приехав, сделал томограмму, они обнаружили у него огромную гематому, 80 миллилитров. Было принято решение немедленно его возвращать в госпиталь, так как он военнослужащий, и оперировать. Когда моего сына положили на стол, это уже мне потом рассказывали врачи, которые были ассистентами доктора, у него остомолока в сердце произошла. После похорон сына Алла Николаевна обратилась в соцзащиту и пенсионный фонд. По закону она должна была ежемесячно получать выплаты за гибель Артема на военной службе. Но женщине отказали. До сегодняшнего дня я не получаю никаких компенсаций по потере своего сына, так как у меня нет важного документа, это извещение о гибели моего ребенка, которое должно было быть мне по закону в семидневный срок. Но до сих пор войсковая часть, где служил мой сын, город Владикавказ, 2634, игнорирует. Куда только не обращалась Алла Николаевна, чтобы получить похоронку. В военной части, где служил ее сын, говорят, извещение отправили в военный комиссариат по месту жительства. А там утверждают, что похоронку не получали. Алла Сгерская попала в замкнутый круг и мечтает из него вырваться. Впрочем, как и многие другие, вынужденные вести войну в мирное время. Войну за свои законные права. Андрей Чумаков, Евгений Жулаев, Атима Куанова. Такая жизнь. Обсуждение этой и других тем читайте в бесплатной газете «Ва-банк» в Краснодаре каждую субботу. А завтра мы вас познакомим с парапсихологом и естествоиспытателем, целителем и ученым-мистиком, военным экстрасенсом, который пообещал раскрыть государственные тайны. Что скрывали от нас последние годы? Об этом завтра в 8 вечера, сразу после программы «Факты». Это была такая жизнь. Мы ждем ваши истории по телефону 254-22-33 или на адрес live9tv-sobaka-mail.ru Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова